Коллеги, здравствуйте! Еще раз представлюсь. Меня зовут Толга, как уже Елена мне представила. Занимаюсь я компанией «Азон» непосредственно запуской трафика, как на «Бэйли», так и на «Мобайли». И начать я хотела с того, что большинство спикеров на разных конференциях говорят, на самом деле, о запуске трафика, о том, как правильно привлекать пользователей, как дешевле закупать, как оптимизировать и так далее. Но вот что интересно. Со многими коллегами из нашей отрасли сейчас общаюсь по поводу мобильного приложения и слышу такое мнение, что мобильное приложение вообще не нужно создавать, потому что это заведомо упыточный бизнес. Почему возник, как раз-таки, такой вот поток мыслей у моих коллег? А в частности, вот почему. Потому что в прошлом году, я бы сказала, что в прошлый год был таким пиком закупки. Все занимались именно тем, что оптимизировали, как можно больше завоевывали рынок, несмотря на свое мобильное приложение и что вообще с ним происходит, насколько затраченные средства на закупку оправдывают себя. Очень интересно посмотреть именно на ваше мобильное приложение, насколько оно интересно пользователям. Вы потратили деньги и что будет дальше? Потому что изначально те денежные средства, которые вы потрачиваете на мобильное приложение, на установку мобильных приложений, изначально оно не окупает себя. Оно может так убить себя только в перспективе. И вот как раз таки об этом я и расскажу. Можно? Ну, вводные данные, в принципе, то, о чем говорят абсолютно все коллеги, что рынок растет, приложения становятся… Мобильных пользователей становится все больше и больше. Озон не исключение. У нас точно так же количество заказов через мобильную версию сайта, мобильное приложение растет с каждым годом и даже появляются юзеры, которые заказывают только через мобильное приложение. Вот о чем сейчас я и расскажу. По статистике, что интересно, при том, что доля мобильного трафика составляет, в принципе, ну, не большую часть, заставляет не большую часть, но при этом… Ролик. Ролик заказывает. Ролик заказывает. Ролик заказывает. А, все, отключено, справилась. При том, что, обратите внимание, 25% заказов через мобайл, не так глобально, но из этого всего можно посмотреть, что 61% людей, которые установили себе мобильное приложение, погубают только через мобильное приложение. И это абсолютно новая для нас аудитория. И аудитория, которую мы не хотели терять. И это действительно нонсенс, потому что мы думали, что мобильное приложение – это некая платформа, с помощью которой наши пользователи, наши клиенты могут выбирать товар, ну, и завершать покупку на декстопе. Либо ознакомливаться там с товаром, когда они бегут, когда они едут в метро, либо что-то, им срочно нужно узнать цену. Что важно при мобильном приложении, если вы все-таки его начали делать? То, что для вас становится доступным новый метод коммуникации с пользователями. Этот метод коммуникации называется «пуши». И вот расскажу вам несколько интересных кейсов на практике, которые используют интернет-компании, и не только при создании мобильного приложения. Самое главное в «пушах» – это грамотное таргетирование. Грамотное таргетирование во времени по интересам и с другими дополнительными характеристиками. Есть компания «Деливери Клапу», которая на данный момент большинство клиентов через мобильное приложение, они очень интересно придумали историю с «пушами» в обеденный перерыв у клиентов. Ну, все мы работаем, ходим в обед от 12 до часа, до двух, и вот буквально за 30 минут до обеда они присылают «кушу давление», «закажи тебе сегодня на обед вот там суши» либо что-то еще. Достаточно интересный кейс. Единственное, они там переборщили с точки зрения чистоты, но это другая история. Если каждый день присылать, конечно, люди отписываются. Что делали мы? Интересно, что когда вы обладаете определенной датой и знаете, что ваши покупатели чем интересуются, вы можете подгадывать какие-то события их жизни. Например, 1 сентября. У многих есть дети, эти дети идут в школу, и детям нужны тетрадки, книжки и другой инвентарь. Пожалуйста, «кушу давление», когда на родительском собрании сидят родители, которым задают список учебников. А вы в этот момент «кушу давление», безусловно, со стопроцентной вероятностью вы не попадете на то, что именно сейчас человек сидит. Но даты примерно этого родительского собрания за 3 дня до школы вы знаете. Вот тоже интересный кейс с высокой коммерцией. Так вот, давайте поговорим непосредственно о самом приложении. Ну, во-первых, о его структуре. Это то, что относится не к закупке трафика, а то, когда вы уже приземляете своих пользователей и на сколько они будут вам приносить денежное средство. Есть ряд правил при создании мобильного приложения и его оптимизации. Эти правила достаточно просты, но почему-то не всегда соблюдаются. Во-первых, основное правило в вашем мобильном приложении – оно должно быть работающее. Вот смешно, но у большинства это совершенно не так. И ваше мобильное приложение должно быть как можно удобнее и функциональнее. То есть представьте себя на месте вашего покупателя. Когда вы сами зайдете в это мобильное приложение? Ну, наверное, когда у вас нет доступа к компьютеру, либо вам некогда, и вам хочется куда-то. Вы побежите, идете, вам нужно что-то срочно посмотреть. И идите в метро. Ваш заказ должен быть в несколько кликов в ваше действие, посмотреть товар. И чем больше вы нагружаете страницу информации первой, тем меньше вероятность того, что пользователь совершит дальнейшую покупку и заказ. Соответственно, удобство, функциональность, быстрота загрузки. И, конечно же, как можно проще сортировка. То есть вы сразу должны попасть на те категории, на то самое важное, что нужно сделать человеку. Что еще интересно? То, что в мобильном приложении самое главное, помимо закупки самого трафика, это возврат. Возврат ваших пользователей. И вы перед тем, как его создавать, должны для себя осознать, как вы это будете делать. Иначе создавать его не нужно точно, потому что это будет заведомо убыточным продуктом. Многие компании подходят по разному к данному вопросу. Но технология единая. Ваше мобильное приложение должно быть чем-то полезным пользователям. Либо вы предоставляете какой-то дополнительный инструмент, который нужен. Либо это хранилище данных, либо это игрушка та же самая. Либо там пользователь может накапливать какие-то баллы или бонусы в этом мобильном приложении. Должно быть что-то такое, что отличает от декстопа. Вот расскажу вам интересный кейс. Кейс сначала не озоновский, а потом озоновский. Есть мобильное приложение, называется Hello Baby. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь слышал? Причем очень интересно написано. Hello. Сначала help. О, смейте. Ну, help, если, знаете, прибыль, это ад. Ну, так вот, ребята прикольнулись. Смысл в том, что мобильное приложение включает в себя хранилище данных фотографий, которые можно распечатать одной кнопкой. Вот человек просто не стал бы устанавливать мобильное приложение для покупки каких-то детских товаров. Потому что, ну, детские товары можно зайти и купить там из дома и так далее. Но, вот интересно, что вы фотографируете своего малыша, загружаете в мобильное приложение и от него только распечатываете. И вам уже дальше мобильное приложение Hello Baby предлагает товары. что вот вашему малышу сейчас пять месяцев, а не купить бы вам в соску чика под это дело. Совершенно другой подход. Интересно, интересно. Люди пользуются, пользуются. Не удаляют, потому что уже загружены фотографии. А теперь я скажу вам интересный кейс уже озонский. У нас есть такая функция, которая помогает пользователям определять цены. Называется Scan. Что это такое? Например, идете вы по мне по Ашану, либо по другому магазину. Но вы, предположим, либо с нагруженной сумкой, либо вы маленькая, хрупкая женщина, и вам тяжело донести какие-то товары и продукты. Видите, что нужно вам купить бутылку, пять литров воды, либо там упаковку памперсов, а лучше не упаковку, а десять упаковок. Вы не дотащите. Подходите, подносите наше приложение. Подносите наше приложение к штрих-коду. И считываете штрих-код с товаром. И он уже в вашем приложении с ценой, описанием и с возможностью одной кнопкой заказать. Удобно? Удобно. Смысл держать приложение и занимать методом телефона есть? Есть. И, соответственно, можете еще и сравнить цену. Вдруг у вас какие-то вкусы, это будет десять вам дороже, потому что, скорее всего. А вот, кстати, хочу сейчас вам показать ролик, как это выглядит на практике. Ой. Подключите мне ролик. Да. Ну ладно, хорошо. К сожалению, не воспроизведется видео. Хотела показать, как это выглядит на практике. Но я вам еще расскажу интересную историю. Есть другие какие-то дополнительные инструменты, которые вы можете использовать в приложении. Например, вот та же самая игровая механика. Мы сейчас внедрили такую историю, как «Мне повезет» называется. Входите вы в приложение, и в первый же скрин у вас с такой переборанной перетяжкой не повезет. Ну, интересно. Непонятно, да? О чем, что, зачем. Входим внутрь. И дальше это затягивает. Это игра. Игра ловли баллов. Вы начинаете листать картинки, и получаете себе балл на счет, который вы можете потратить. На самом деле, делают разные истории. Опять же, тот же самый Delivery Club и Пицца Папа Джонс, по-моему, делали классную тему с пиццей. Чтобы можно было собрать себе пиццу интерактивно в приложении, а потом ее складывать. Ну, как такая мотивация человека пользоваться приложением, что раз в месяц можно воспользоваться такой фишкой. И это действительно очень важно. Почему я говорю об этом? Расскажу вам почему. Потому что, коллеги, когда вы покупаете инсталлы на мобильное приложение, вот перед этим мой коллега выступал и рассказывал про цифры 50 рублей за установку, вот элементарная экономика, при конверсии вашей, это 1-2 процента. В течение когорта даже 30-60 дней. Ну хорошо, там 60 дней будет, но 3 процента. Ведь очень все просто. То есть из вот этих вот 50 рублей, это одна установка. И 100 человек купит только двое. Вот представьте. Вы потратили на это все. Ну давайте умножим. Сколько получается? 5000 рублей. Правильно? 5000 рублей 100 установок. И из 100 установок у вас будут 2 покупки со средним чеком. Ну умножайте на свой средний чек. Уже получаются ваши затраты выше, чем маржа. Соответственно, для того, чтобы такого не возникало, вам нужно ваших пользователей реактивировать. Только если вы будете работать с аудиторией, чем-то ее увлекать и продавать ей больше, только в этом случае это получается выгодно. И вот немножко хотел бы поговорить про аналитику мобильного приложения. Вообще, как вот это все считать. Вы знаете, недавно общалась с компанией Lomoda. И Lomoda рассказывали мне про их инновационную аналитику, как они складывают все показатели по юзеру. Мне очень понравился этот подход, мы тоже стали его использовать в некой степени. То есть, если ранее обычный e-commerce базировался на том, что мы считаем нашу аналитику с привязкой не к юзеру, а с привязкой к устройству, ну как вот обычно, да, затратим, не знаю, миллион рублей, хотим получить от мобильного приложения 10 миллионов рублей. И понимали, что вот что-то экономика не вяжется. Вот как-то вот странно, вот юзеры себя ведут, то покупают, то не покупают. Но потом начали смотреть по аналитиксу, по своим там, внутренним базам данных, что эти пользователи перетекают декстопы, с декстопа обратно в мобайл. И есть непонимание, вот все-таки сколько действительно приносит ли нам мобильное приложение выгоду или нет. То сейчас подход такой, что мы не считаем относительно конкретного устройства. Неважно, как юзер совершил свою покупку. Важно, что мы складываем все затраты на привлечение конкретного юзера. Вы можете вымечить по e-mail, вы можете вымечить по ID, в зависимости от других систем. И складываем все это в единую и смотрим, сколько нам наш юзер принес в течение своего LTV. Затратили на него на декстопе на первое приведение, там, на предположим 5 рублей, да, на первый клик на ретаргетинг 10, на мобильное приложение 50 и т.д. Получаем, что общие затраты у нас примерно 100 рублей, а в течение LTV он нам принес там 3000 рублей. Просто как пример. Выгодно? Выгодно. Ну, в зависимости от экономики бизнеса. И вот тогда экономика начинает складываться. И это очень важно при расчете вашей аналитики и при принятии бизнес-решений. Что еще хотела бы сказать про инновационный подход в аналитике в мобильных приложениях? Вот сейчас говорили много про дату, про то, что, про программатика, про то, что без применения дат, без использования данных наш мир уже так не работает. И это действительно так. Вот я советую крайне, когда вы пользуетесь любыми вашими инструментами по закупке, использовать как внешнюю, так и внутреннюю дату. Что это значит? У вас есть накопленные данные о вашем пользователе. Предположим, не всем. Естественно, не всем. Ваша аудитория растет, меняется. Что-то с ней происходит. Жизнь-то идет. С нами со всеми какие-то изменения. Обогащайте вашу дату. Докупайте сведения о вашем пользователе на момент времени принятия решения. И после того, как вы обогатили сведения о ваших пользователе, заливайте актуальные данные в те уже ДСПшки, которыми вы пользуетесь. Критейл, таргет-мейл, не важно, что вы используете. Только тогда ваша закупка будет оптимальной. И вот еще почему важно дополнять свою дату. Вот очень интересные кейсы сейчас у e-commerce, особенно старых e-commerce, как мы, нам 18 лет, в том, что многие юзеры с нами уже достаточно давно. И мало того, что они с нами давно, мы о них знаем достаточно мало всего. Мы знаем, ну, стандартно, да, e-mail, фамилия, имя, телефон, адрес доставки. Знаем, какие категории человек покупает, но у человека много всего другого в жизни. Если он покупает у нас книжки и детские товары, это не значит, что это все, что у него есть. Может быть, у него есть домашние животные, может быть, он наверняка заказывает продукты в магазине, да, покупает. Вы можете все эти данные докупить и на основании этого уже создать свои модели. Это действительно важный элемент для абсолютно каждой компании. И вот, кстати, очень интересно по поводу кинотеатров, вот вы говорили, да, с кинотеатрами непосредственно, опять же, вы можете покупать не только ту аудиторию, которая, там, плюс лежащая, ходит на один и те же сеансы. Не обязательно, что аудитория, если купила за комедию, то вам нравится комедия. Можно купить какие-то дополнительные сведения об вашей аудитории и знать, что у конкретного человека есть ребенок, соответственно, интересные мультики. Ну, вот как пример использования бигдаты как внутренней, так и с обогащением данных внешне. Ну, и последнее, что... Последнее, что хотела бы вам сказать. У нас произошли интересные изменения в Озоне. На данный момент, на самом деле, мы, кто с нами работает, видели, как клиенты, продаем практически все, что вам нужно для жизни, начиная от продуктов питания, заканчивая мотоциклами. Так что Озон – это уже давно-давно книжки. Ну, и вот хорошая новость, что буквально на прошлой неделе мы открыли склад в Казани, и по этим показаниям у нас теперь доставка на следующий день. И тем самым расширили свое присутствие, именно точное присутствие, да, уже не просто там с почты России, а вот уже точное присутствие со складом. Так что теперь в Казани мы активные участники рынка. Говори, я остаюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ Коллеги, ваши вопросы. Потому что тема, на самом деле, очень важная для тех участников рынка, кто имеет свои мобильные предложения. Ольга, спасибо за интересный и такой приятный эмоциональный доклад. Если это не строгий секрет, то какая структура заказов, которая идет с мобайла через приложение или с мобильного сайта? Пропорция, хотя бы, 90 на 10, 50 на 50. Ну, да, это не строгий секрет. Секрет совершенно. Если говорить про заказы, то больше половины с мобильного приложения, конечно. Но это направленное, на самом деле. Потому что мы стараемся переводить все заказы с мобильного версии сайта в мобильное приложение. Очень по простой причине. Конверсия в два раза хуже на мобильном сайте, естественно. И я думаю, что и коммерс из-за этого страдает. Поэтому все, кто еще не установил мобильное приложение и пользуется мобильным сайтом, мы неоднократно его догоним разными методами коммуникации и предложим все-таки поменять локацию. Окей, спасибо. Еще вопросы? Спасибо за этот доклад, довольно интересный. Немного профессионального вопроса с такой темой. На карте товаров я увидел кнопочку «Поделиться». Хотел бы узнать, насколько часто ей пользуются и считаете ли вы миральность? А вот вы знаете, кстати, по поводу поделиться, да? Поделиться в соцсетях же поделиться. У нас был опыт работы поделиться в соцсетях с компанией «Флоктери». Возможно, многие ее знают. Это компания, которая занимается маркетингом советом, скажем так, да? Рекомендационными вещами такими. И мы даже предлагали за то, чтобы пользователь поделился, начислить ему вознаграждение. Такое вот, как веб-мастеру. Это достаточно эффективный инструмент, только если вы за это платите, давайте так, если вы за это платите, то это в определенный момент становится невыгодно, потому что привлекаются одни и те же пользователи, которые пользуются бонусами. Если вы за это не платите, то юзеры не активны. Здесь это и снимать, потому что, наверное, есть такие компании, как «Флоктери», которые на этом зарабатывают. А, собственно, у вас как там? То есть вот эта кнопочка, которая стоит на товаре, ей пользуется? Ей пользуется достаточно редко. То есть это больше, скажем так, необходимый инструмент, потому что он есть у всех, и у пользователя должна быть такая возможность, не нужно ее убирать. Ну, а тем более мобильное приложение. Спасибо. Так, еще вопросы? Не задумывались, как же, что же мне куда-то подметрить? Нету вопросов? Окей. Давай. Ну, то есть интересная часть еще была про гимификацию. Как вы ее считаете? Ну, вот смотрите, у нас гимификация непосредственно в ScanAid, да, который мы активно промотируем, ролик не показал, к сожалению, мы ему даже на теле искали. Мы считаем, сколько юзеров отсканировано, то есть мы считаем так. И потом, что с этими юзерами происходит? Совершают ли они заказы, какие-то действия дальнейшие? Конечно, когда у вас какая-то гимификация, это больше банн, больше повод вернуть приложение, потому что, естественно, гимификация, стопроцентной корреляции с продажей у нее нет, естественно. Но это просто повод не удалить, а это очень важно, потому что иначе вам придется дважды, трижды, четырежды бороться за этого же юзера и опять за него платить, чтобы его привлечь с установкой данного мобильного положения. То есть можно ретенши считать? Да, можно считать ретенши, если есть за что, то есть вам нужен какой-то параметр, за который вы будете цепляться. У нас, в частности, это IT-пользователи, именно пользователи, потому что юзеры зарегистрированы. А так, ну, можно по IT что-то, по телефону, почитать. Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня вопрос по поводу ключеводоплений, как вы и сказали, достаточно активно применяемый инструмент. Он подразумевает, на мой взгляд, очень глубокую секундацию пользователей, то есть аналитику. Вот, какими вы пользуетесь решениями, либо это самописная, либо это сторонник какой-то для всех, чтобы организовать аналитику и на ее основе, значит, по определенным секретам. Да, давайте я отвечу. Ну, в лучшего утопления, понятно, что многие компании, которые мы понимаются, а аналитика – это непосредственно наши BigQuery. То есть у нас есть собственные кубы, на основании которых мы делаем уже сегментацию по каждому юзеру. Ну, например, вы выгружаете всех юзеров, которые по времени, например, в этом месяце сделали покупки из определенной категории, и смотрите жизненный цикл данной категории. Вот я вот очень люблю проводить пример такого кейса, как детский товар, это как в банкерсе, да, вот в банкерсе раз в месяц человек покупает. И вы можете, например… Да, чаще. А все зависит от размера упаковки. Вот тоже вот важный момент, да. Но раз в месяц – это средние показатели по покупке банкерсов в большую упаковку. И вы можете предупредить вашего юзера выгрузить статистику по продажам банкерсов через мобильное приложение, и буквально там за неделю до наступления срока окончания данного товара вы предупреждаете о том, что не хотите ли вы сделать автозаказ. Вот, кстати, еще очень интересно вот на эту тему обсуждается сейчас на рынке, знаете, как автозаказы. То есть вот автоматически вкладываются в картину. Вот мы тоже на эту тему думаем, но это, правда, не совсем захватно. Ну, так, что юзер… Ну, думай, не запрещено. Даже можно обойти, просто юзер должен все равно действие сделаться. Все равно там… Это то же самое, что юзер любит керпица, получается. Спасибо. Кстати, вот пока Ольга приводила там один кейс пример за другим, мне вот пришла в голову как раз, ну, из реальной жизни. То есть, как, например, объединяется как раз онлайн и оффлайн. Коста Кофе. Ну, все же, наверное, знают сеть кофе. Ну, в паре осталось. Что они однажды сделали, значит. Я туда вообще никогда не ходила. В принципе, как бы, особо-то я не знала про их существование, но, оказывается, они были недалеко от моего дома. Ко мне, значит, пришла смс-ка, что вот мы открылись, смотрите, значит, приходите. Я прихожу. Естественно, меня дальше ведут все эти вот POSM-материалы рекламные, что тут у нас одна акция, тут вторая акция. Я, значит, все уже выключала. Дальше. Я подхожу к кассе, я заказываю там свой кофе, например, с печеньками. Мне человек на кассе говорит, а у вас есть мобильное приложение? Я говорю, да ну нафиг, какое мобильное приложение? Не, говорит, не надо. Говорит, не, не. Говорит, подождите, вы же там сможете там оплачивать по этому баллу. Я говорю, да какие баллы? Вы что? Два балла будут мне накопить и как бы толку какого. И я, значит, примерно месяц ходила практически каждый день в эту куска кофе. И, в конце концов, через месяц мне стало интересно. Они мне каждый раз, каждый раз, когда я приходила, напоминали про мобильное приложение. Я думаю, может реально что-то полезное это есть. В общем, в итоге, я уже полтора года пользуюсь этим мобильным приложением каждый раз, когда я туда захожу. Что они делают? Они позволяют накапливать баллы и считывать, только они сделали по умному. Они так, как многие компании. Один балл равен одному рублю. То есть, пользователь получает для себя и видит явную выгоду. И получается, у них там тоже есть всякие кнопочки поделиться там и так далее, которые у них, ну я так подтверждаю, что не работают, потому что ты приходишь за конкретной выгодой. Но, тем не менее, вот как они привлекли, как они скомбинировали онлайн, оффлайн привлечения и как бы дали мне конкретную выгоду, то есть тут как бы стопроцентная увлеченность в итоге получилась. Поэтому, такой кейс, который тоже можно как бы использовать в своих каких-нибудь компаниях, если придумаете. Вот. Ну что ж, спасибо. Мы завершаем.